это танжерин мандарин это вот это изобилие смесь а это смесь забили да а вот это я просто который это цистус это цистус он есть в духовном наборе есть это просто закрытый а вот это тимья слушай вот хотел спросить специальные штучки да тоже продаются да да они нет они в интернете про в интернете можно просто вот леди склэр он тоже сами контейнера розмарин не люблю есть большие вот еще женское масло тоже сенсейшн это для гармонии это леди склэрю может тоже забивать название номер тоже для гармонизации женского женского баланса чем хороши свечи в них очень много уже масло например мы ты можешь не купить розу да там очень дорого есть вот например из месяца джой трус в ней вот есть например и розы и она вот гармонизирует розы еще чем хороша она ожидает такой безусловной любовь то есть вот почему мы все идем до безусловной любви вот роза она раскрывает сердце и вот джой как раз радость она вот для раскрытия сердце и там и жасмин там очень жасмин явно есть и прямо ощущаем просто все составы помню возможно смесь чем хороши когда там 8 9 смеси например в одну 9 масел в одной смеси то есть очень вот а я жасмин то я унюхала вот это женская давить смесь правильно для гармонизации она не обязательно джой сын женскому за радости вот именно когда вот плохое настроение ну конечно на больше женских ноток и там женские масла но можно и намазать всех дома например когда у всех вот есть у нас смесь белый ангел который тоже без перед массажем делаешь на вы прорву дамаску 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 дамаска и не знаю какая есть другая вот она есть в этой смеси вот это ровно и жасмин тоже там же джой маша розы никакой нету да у меня нет то есть болгарская роз есть дамаска у меня вообще сладость не дает есть крымская роза я всего нанюхалась уже тоже мне как ладан что ли что-то здесь есть такое что-то вот то что жгут в церкви а есть в дом это домашний роза когда дом цветет во дворе я делаю цветочную воду я там жасмин вот прям явный жасмин за металли все смешалось уже еще раз что-то мужчине то надо кардамон да кардамон да орегано если не в командировку желание то белье можете капнуть орегано в чемодане а можно еще раз это кардамон и вот это паусанта тоже духовное масло а какой еще ангел вот где-то здесь был ангел а вот который мне понравился поля когда вот ты массаж делаешь кому-то чтобы не хватать с человеком и обмен энергии нужно но ты чтобы не он тебе не отдавал лишние не ты ему и вот массажик под за левую ключицу вот здесь тоже мы накапливаем энергетической ангел а вот сейчас вот про то что рассказываешь там под левую кричи ключи под правую это где все выучила но это все чтобы не отдавать лишнего и не забирать чужое у меня есть такой баланс это можно вообще не с людьми да вот пришел чтобы ничего от него не не брать можно утром прям выходишь и можно когда сейчас все дома например семья большая всех намазал чтобы не было вот этих вот всяких тел пересечения дочь например и сначала белым ангел и потом джои чтобы не надо записать что мне понравилось и добавить этого оба печаль сейчас как раз мы к этому и как и радости все кардамон белый ангел да и вам там я тоже раньше спокойно потому что я тоже раньше спокойно а вот мы вас нюхаю уже это же смотришь набирая я не работаю мне просто некоторые одинаково пахнет вот правда может там как бы содержимое там две капельки того дам пау санта а вот это тоже дерево это священной деревяшки поджигаешь и а ну это я знаю но и вот тут нету каких-то не вот эти которые ароматизация мне понравились эти прикладочки санта-лучия 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 он баре неплохой осторожно горячий так хочу добавить что-то который а это кто ну что такой а такой дайте тебе нет я просто не знаю какой я не помню зуба она мне его не дает почему она давно сказала а я положил в рюк так и забыл про него а ты передал а я думаю что видишь разные ситуации разные техники вынимают да я вот бы тоже не сказал что однозначно вот нужно динамическую медитацию потому что я говорю у каждого меня ладом вскрывал вообще полтора месяца наверное я на нем прям не вскрывал и вскрывался я чувствовал что идет прям такая работа я два пузырька на себя вот вымазываю и вот ну не пахнет опять я мажу опять не пахнет и в общем я уже не помню но это было давно это ну лет двенадцать тринадцать назад то есть это ну тридцать мне может три был тридцать два не знаю и в общем он куда-то мне я не помню может я ему сказал где у меня может или болит или что там не так может он сам нашел и короче вот я лежал на животе и он мне вот где поясницы почки вот тут значит руками водил 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 и потом как то тоже так вот прям в тело вот ну я чувствую вот так вот ну рукой вот как то вот так ну как бы мне было ну не то что больно ну неприятно ну немножко тогда вот как бы входит же рука вот в кожу в тело да как это вообще подожди то роман тыс говорил что с разрезом а у тебя то получается без он руками делает разрез они входят а то есть у тебя прям тоже он тоже как то вот так вот делал и в итоге как то вот ну прям как то я почувствую что где то он у меня глубоко в теле и потом достает ну вот знаете вот ну вот как крышечка да ну не они одинакового диаметра да ну вот короче это крышечка ну чуть поменьше как внутренне вот это вот крышечка вот такая вот как шайбочка вот такая штучка мокрая мокрая как сукровица из такой как такая сероватая как губочка так вот какая то непонятная мы с ним разглядывали и он короче честно сам офигел потому что он это делал первый раз а у него жена врач участковый врач поликлиники и он короче взял эту ну мы так прифигели я ему такая говорю ну сергей петрович ну хорошо ничего прикалывать я говорю ну вы с собой принесли а вижу что он сам в шоке ну я вижу что у него и руки мокрые и она мокрая но ее ниоткуда взять нельзя было у меня кухня далеко я лежу на кровати ну где бы он взял вот эту вот маленькую фиготень какую-то мокрую с которой еще как вот ну он такой положил и такая лужица как бы написала такая с нее ну ну как вот из живого да достанешь или там из носа и потом он эту штуку отдал жене в лабораторию так как она врач ну чтобы узнать что это такое там спросили а что это он сказал что короче ну вот это достали из тела они отказались быть мы это все не короче не смотрим но им стало страшно то есть он а наверно дал сначала знакомым а потом так как ему но очень было интересно что за фигня он жену попросил чтоб она отнесла на работу и причем от было все буквально на следующий день потому что она сохла это же живая какая-то штука и в общем она отнесла на работу и потом выдали экспертную ну вот это вот анализ этой фигни сделали и там были какие-то я уже не помню нифига но какие-то соли такие-то соли такие-то что там такое такое ну то есть какая-то фигня была из бочки как бы солевая пробка да какая-то да какая-то кайс солей каких-то вот осевших там вот мне лично делали подождите стоп а потом он говорит короче да ее значит жена принесла ее проверили жена ему обратно принесла домой он ее положил на подоконник она просто высохла и рассыпалась ну соли вот эти ну да ну да ну да ну да ну да я уже возвращаюсь домой послушайте как поют птички то есть там сейчас почему мне помешает Продолжение следует... Я сейчас за хлебушком иду. Хлеб у меня закончился. Прям очень хочу есть, проголодаю сильно.